что так холодно то 4 53 всем привет мои дорогие друзья вы понимаете да насколько рано и теперь приходится вставать все у нас новый новое расписание так сказать сейчас посмотрим насколько это подходит сергею петровичу это был его выбор ну скажем так он сам выбрал между поздно вставать либо рано вставать потому что главной моей задачей было нет главной моей задачи сейчас добежать до коровника иначе я просто здесь задрогну хорошо хоть снег не намело чистить не надо ух ты какашечки в общем главная была задача после того как мы разобрались кто храпит то после того как мы сергей петровичем разобрались почему он там что-то успевает не успевает но я не уверена что я до конца разобралась конечно но есть один момент ключевой в том что у него идет разрыв работы ну да зачем вставать если можно лежа покакать когда-то был маленьким бочком . хотя на ручках-то носила кто у меня в ванной на теплом полу лежал болел а можно сесть то спасибо попу погрею я составила сергей петровичу расписание чтобы ему было проще ориентироваться во первых во вторых сразу здесь прописаны все наши задачи сегодня например у меня будет поездка в тамбов и поездка в мичуринск у него также будет поездка и в мичуринск нет в тамбов не будет но конечно ему нужно будет первоначально справиться с коровами телятами лошадью и курами а вот вчера потому что я увидела я увидела то что он кормит допустим в семь утра последний раз даже пол седьмого утра он раздал корм даже еще раньше но не суть в общем 6 до 7 он раздал корм но не всех попоил или например кого-то попоил но не докормил и потом животные ждали уже достаточно долгое время то есть они ждали его приезда после светы когда он привезет свету когда он позавтракать и отдохнет конечно человека должен быть отдых сергей петровича получается по расписанию и утром и в обед отдых также у него еще идет время вот например сегодня поездка в врачу к стоматологу то есть тоже достаточно большое количество времени уходит на то чтобы туда обратно съездить это два часа у самого врача там провести тоже какое-то определенное время то есть это все в рабочие часы происходит потому как я теперь все расписала по часам и расписала его все функции вот этого разрыва теперь не будет ни в кормлении не в поении вот и сергей петрович сергей петрович доброе утро как настроение боевое без одной минуты люблю пунктуальных людей так пока сюда положу мне сегодня ехать сначала в тамбов надо пить воду усиленно вот вот так но сейчас посмотрим сейчас я ознакомлю сергей петрович с этим расписанием или попозже это сделаю чтобы его не отвлекать от работы в принципе ему должно понравиться потому что я представила вот даже сама как бы я вот допустим работаешь 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 потом надо переодеться куда-то ехать потом опять переодеться потом опять идти работать и когда у тебя что-то не доделано вот по мне мое ощущение всегда такое ощущение неудовлетворенности а когда ты закончил какой-то этап своей работы все закрыл этот вопрос до вечера и ты больше к нему не возвращаешься это очень круто это очень круто у тебя высвобождается уже время там для дополнительных каких-то задач например дробить зерно сено там положить большую кормушку тот же снег почистить сразу становится ясно когда этим заниматься потому что до этого момента я говорю было все вот как-то очень очень хаотично и поверьте мне все-таки говорю провела на этом хозяйстве больше шести лет и я здесь максимально старалась сделать так чтобы здесь было удобно работать и попроще работать потому что это все в женских руках было не забывайте я каждый год рожала детей у вас когда-нибудь эти водопады закончатся нет все написались написались накакались вот я каждый год рожала здесь переехав сюда автобус колос детей я была каждый я даже первую корову свою покупала беременную я родила софию феврале вот кстати следующий день рождению дочки моей софишки 7 лет исполняется а коровы я завела уже в ноябре причем первой телку которая дралась в общем ладно это отдельная история вы эту корову не видели я еще тогда не вела youtube канал вот такие дела мои дорогие друзья так что мне также хочется или сергей петрович сделать его рабочий день удобоваримый чтобы он и отдыхал побольше и чтобы работу свою не рвал и не надрывался вот я думаю что я думаю что без меня здесь не обойтись поэтому я тут нет нет это твое расписание подожди не давай я вот так вот уберу я тебе потом отдам я надеюсь ты мой почерк поймешь это все на два дня расписала на сегодня и на завтра хорошо пучара какой же ты здоровая какой же ты огромный стелла ты просто буйвол какой-то ялта по поводу того чтобы помогать сергей петрович я видел ваши комментарии где вы написали да кстати по поводу комментариев вот сейчас утром открыла youtube ролик который вчера вышел вечером ой извините не вчера это этот ролик будете смотреть на следующий день так позавчера да короче 2200 комментариев возможно что завтра еще будет больше комментариев но это сильно это мощно я не ожидала уже легла да и давайте вернем сюда комментарии комментарии были по поводу того что оля а ты помогай сергей петровичу и тогда он будет справляться вы знаете у меня никогда не было мысли не помогать или не обращать внимание что здесь делается или как живет мой помощник работник сергей петрович но никогда у меня не приходило в голову бросить его здесь на произвол судьбы так сказать и не участвовать в процессах фермы тем более что сергей петрович мне помогает и водит машину мою и по всяким делам ездит и по моим и по своим ну в общем мы с ним это все разделяем единственное что я не делаю тяжелой работы и да я я во первых ну стараюсь себя беречь для этого я и нанимала работников во вторых делегировать потому что работы мне меня сейчас намного больше чем раньше я все-таки одна воспитываю такое количество детей я думаю что не у каждой из вас есть 10 детей из них двое студентов четверо школьников четверо дошкольников грудной ребенок вот поэтому еще раз говорю то что есть сергей петрович и надежда слава богу еще светочка приезжает слава богу еще сергей иванович и юрий санч приезжает но у нас здесь действительно так много всего что людей надо тоже много я всегда всегда говорила и буду говорить что когда нам нужно сделать что-то масштабное там побелить не знаю почистить загон не знаю это построить что-нибудь я всегда буду нанимать дополнительные руки потому что на этот объем работы и в общем то и так достаточно и так достаточно работы у сергей петрович в том числе также и кстати с надеждой то есть хоть она исправляется она большая умничка прям большая умничка я очень благодарна сколько тоже до было комментариев там как ее все люди вот когда она только приехал как ее оскорбляли как ее только не называли там и старуха и бабка и еще как а человек трудится уже не первый месяц за второй месяц пошел по моему как она приехала трудится хорошо старается кормит нас вот так вот и детишки ее любят ну так вот сказать по-честному мне очень повезло с работниками но все равно нужна помощь и надежде нужна помощь и мои руки нужны и светильные даже руки нужны потому что детишек много забот много еще у нас ремонт идет вы тут что ли вы чистите у них закрыта дверка закрыта дверка все они забыли все нормально теперь тут тепло хорошо ух ты кашандра какая классно ой у нас сегодня подключает три фазы дорогие друзья дождалась на такое счастье но сама я думаю что да ну как вообще в этом доме было три фазы был три фазы я не знаю зачем старые предыдущие хозяева сняли там платить то ничего дополнительно не надо просто платишь как сколько ножов да нет у нас у многих потому что зернодробилки у всех на 380 у меня только на 220 ели тянут вот нет все все нормально так сказать это распространенная тема да так что большое счастье вообще такая молодец я поменяла в прошлом году все отопление в доме построила пристройку поменяю сейчас все электричество хорошая девочка очень стараюсь у нас к сожалению дома никто не может ни кошки не собаки жить у насти аллергия на шерсть мне кажется у нее даже вот я сейчас подержу кошку да шерсть все равно на одежде оседает но приходится каждый день все стирать перестировать потому что у нее получше то похуже так по моему сергей петрович поставил воду и она опять перебирается так что по поводу помощи своим помощником я все прекрасно понимаю поверьте мне даже лучше чем вы потому что я тут на месте естественно многие вещи вижу и в том числе когда сергей петрович садится за руль я тоже осознаю то что он это делает как дополнение своей работы вот за что я ему очень очень благодарна потому что вот я поехала в один конец он другой конец мы живем в селе мы далеко от городов от тамбова это не чуринского у нас много десятков километров так скажем поэтому когда мы эту задачу делим вот когда мы друг другу так сказать подменяем сегодня он привез я отвезла сегодня он уехал по своим делам завтра он мои дела делает послезавтра мы поехали вместе в баню после послезавтра поехали вместе в кафе там у нас конечно я не знаю может быть кому-то покажется это странным но у нас не просто отношения между рабочим и работодателем да у нас немножко больше дружбы и поэтому наверное вот так происходит что человек очень старается для меня для моей семьи и сейчас я просто вижу наглядно вижу что конечно нужно даже в таких дружеских отношениях все равно все устаканивать ну даже нет расставлять да расставлять и приоритеты проговаривать и то что нравится не нравится все равно нужно говорить я не пришла сюда еще раз говорю с домокловым мечом знаете когда стоишь и такое вот ты не так вот так не так а просто для коррекции определенной чтобы опять же Сергею Петровичу стало легче и проще работать а что ты не ставишь сразу второе ведро вот она к ней тянется прям раз-два что ты хотел а я сразу двоим ставила так вот раз раз а ты добавляешь я поняла 5.18 все поели все попили или ты в тех сараях еще не всех докормил я говорю сейчас подожди я успокоюсь истерический смех нервно-пролитический я говорю у тебя уже все попили поели ой вообще мои дорогие друзья я уже как-то вот прям воспряла духом по поводу вот этой всей нашей организации труда на ферме воспряла духом потому что я наконец-то нашла нашла вот эти силы в себе времени у меня так и нету к сожалению а вот сил нужно было как-то набраться чтобы прийти посмотреть поучаствовать во всех процессах понаблюдать и когда я поняла в чем проблема почему сергей петрович ну создается такое впечатление да что он работает круглосуточно я поняла в чем проблема и в общем то вот где расписание а расписание туда положила по расписанию он будет работать гораздо проще быстрее быстрее заканчивать и больше отдыхать вот это была главная задача вот эти все косяки которые возможно там вы увидели я увидела это не его косяки вы думаете это его косяки нет это мои косяки потому что я хозяйка я здесь главное и то что он что-то не доделывает или не успевает доделать это ровным счетом моя вина это я признаю я вообще всегда признаю свои ошибки и мне от этого радостно что я могу признать свои ошибки идти дальше то есть я не зацикливаюсь на том что человек там что-то когда-то как-то чего-то не как это сказать то лучше ну я понимаю что с виду вот там вам за экраном кажется что я хожу придираюсь что мне все мало человек что-то нет нет он хороший работник еще раз повторяться буду из ролика в ролик сергей петрович прекрасный работник я его люблю и уважаю искренне говорю об этом он это тоже знает но то что он не доделывал это было ровно счетом моя вина и мои косяки которые сейчас исправляю вот и 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 Да, сейчас тепло, сейчас оно, тем более, там нет. Слушай, это, наверное, тебе тепло. Ты работаешь, тебе вообще жарко. Я стою уже задрогал. Я про машину говорю, какая разница. Вот так вот, что ли? Ой, мусенька. Мусяндрочка. Мусяндрочка. Муся. Муся. Вот не как-либо в этом помещении было. Ну, постоянно у вас тут случаются дела. Так, ну что, пока там Сергей Петрович все заканчивает. У него, кстати, я посмотрела сегодня, по сравнению со вчерашним днем, у него поменялась техника, ну, скажем так, из-за того, что он теперь делает все неразрывно, все дела. То есть ему не надо оставлять до поездки дела, поделать потом поездка, потом после поездки какие-то дела доделывать. Я смотрю, что всех кормят, поют, убирают навоз и потом только приступают к дойке. Я сейчас стояла, думала над этим. Просто я делаю по-другому, я уже говорила, да, то есть у меня алгоритм движений, который уже выработан годами и который мне очень сильно помогал сократить тропинки, дорожки, круги наматывать поменьше. И, вы знаете, есть в этом определенный смысл оставлять дойку, но потом, во-первых, коровы чуть попозже дуют, ну, там, не в 5 утра, скажем так. А во-вторых, хотя по большому счету коровам все равно, главное, чтобы был 12-часовый перерыв. Но есть в этом определенный смысл, потому что дойка легче, чем вся остальная работа. Ну, что такое подоить одну корову? Тем более доильным аппаратом. Там дольше доильный аппарат мыть. Так что я так подумала, что когда у Сергея Петровича будет выходной, я буду его подменять. Я, наверное, тоже так буду делать теперь. Сергей Петрович, а можно тебе вопрос? А почему ты чистишь в ту сторону и носишь тяжесть сюда, а не наоборот? Ну, что я каждый раз буду передвигать тележку? Нет, оттуда сюда. То есть ты как бы приходишь к тележке, а не уходишь от нее. Я вот к чему. Короче, ты тележку куда поставила? Вот тележка так и стоит. А начинаешь чистить оттуда, чтобы двигаться к тележке. А то ты все дальше и дальше от нее отходишь. Ну, мне корову в первую очередь. Там-то фигнет. Так по большому счету здесь не сказать. Ну, я с ней из этих соображаю. Просто у тебя просто очень тяжелая лопата. У меня корову в приоритете, остальное все потом. Все, подойдя к тебе. Я успела пирожок поймать. Крышка Крышка села Вот так вот, все Ну и все, считай, сейчас подоешь Навоз соберешь в тачке и все, и свободен Или ты хочешь вывезти? Или не хочешь вывезти? Я не знаю 6.08, наверное, не надо Сейчас еще надо молоко мне Да, и помыть Нет, просто соберешь тогда и все Просто собери в тачке Ну все, вот это собрал Там, а, там ты на улице собираешь Я поняла Я поняла, почему ты мне это сказал Такую купи Она стоит около сарая, где инструменты Просто в ней картон Там картон, который мы сжечь хотели А там, короче, снег пошел Я тебе Расписание составила Посмотришь, пока она дуется Я знаешь, что подумала, Сергей Петрович Давай я тебе санки куплю Для того сарая Раз ты тачку не завозишь Там навоз чистить Будешь санки рядом ставить Пластиковые И нагружать А? Как думаешь? А где они будут стоять? Тоже внутрь стоять? Нет, зачем? Ну ты же сказала В том сарай ты не завозишь тележку Эй, е-мое Осторожно Вот То есть у тебя, получается, санки стоят около двери И ты точно так же, как телегу Набиваешь И все, и везешь Все легче Санки везти легче, чем колесо толкать Давай попробую Ох, ребятушки мои дорогие Замечательные Спасибо вам, что С таким вниманием, трепетом Относитесь Относитесь ко всему Что у меня творится в жизни И со мной И с моими работниками Что так неравнодушны Что пишите так много комментариев Хейтерам, как всегда, желаю подобреть Адекватным людям Желаю искренне здоровья Вот И вам, и вашим близким Очень рада, что у меня есть Мои дорогие подписчики Все, подоили, покормили Навоз почистили Вывезет тачку Сергея Петровича попозже Когда привезет свету Когда отдохнет Вот, потому что В течение дня он все равно еще будет делать Работу по хозяйству И дробить серну И сено раздавать В большую кормушку И потихонечку Я надеюсь, мы начнем все-таки разбирать вот тут Очень хотелось бы Ну, как получится Как получится Без фанатизма Я еще раз говорю Мне сегодня ехать в Тамбов Потом еще ехать в Мичуринск У нас сегодня многофункциональный такой день И у Сергея Петровича Еще сегодня лечение зубов, так сказать Вот А что у меня остается делать? У меня остается делать Только Снимать для вас интересные видеоролики, да? И ждать ваших лайков Комментариев И не забывайте подписаться на мой канал Всех люблю Чистота Такое все вообще сверкающее Такое, блин, мне так приятно было Честно Я вообще Вечером вчера, когда ты управлялся Говорю, зашла Говорю, такая чистота в сарае Аж прям вылизано все Очень приятно Спасибо Все, я пошла